Древняя цивилизация Можно ли узнать их историю из дошедших до нас иероглифов? Археологи уже разгадали многие тайны древних майя. Какая красота! Тайны их царей, их городов, их могущества и падения. Но это лишь часть тайны. До сих пор неизвестно, как это всё начиналось. Ранний период истории майя долго называли доклассическим. Под ним понимали первобытную эпоху, предшествовавшую расцвету цивилизации. Но сегодня учёные выдвигают новую версию. В самом сердце Гватемалы они открывают мир майя, который существовал за тысячу лет до уже известного науки периода. Это обретение новой цивилизации. Под покровом джунглей скрыты древние тайны. Быть может, величайшая из всех пирамид мира возвышается над этим легендарным царством. Для майя оно было священным местом, память о котором хоронили в веках. Династия царей, чьи имена были забыты на целые столетия. Он погребён где-то здесь. Храм, исчезнувший на два тысячелетия. А на его стенах майяский миф о сотворении мира. 400-й год до нашей эры. 500-й. 600-й. Этим современные знания о древних майя ограничивались до недавней поры. Теперь археология вступает в неизведанную область майяской истории. Рождение цивилизации майя. Весна 2003 года. По джунглям Гватемалы распространяются пожары. Многие из них устраиваются фермерами и скотоводами, которые нуждаются в новых землях. Эта спутниковая съёмка показывает площадь опустошённых огнём земель. Огнём объято почти 40 тысяч гектаров дождевых лесов. Мы были просто потрясены масштабами ущерба. Были места, где пролетающий вертолёт оказывался в густом дыму. Видимость там едва превышала полтора метра. Археолог Ричард Хэнсон летит в эпицентр огня к бесценным сокровищам, которые находятся в опасности. К Эль Мирадору, городу, затерянному на века. Эль Мирадор Ричард предполагает, что окружающая его долина Мирадор хранит разгадку происхождения одной из величайших цивилизаций в истории. Майя Майя, создатели великолепных городов, таких как Текаль и Поленке, были одними из величайших архитекторов западного полушария. Их астрономы делали поразительно точные чертежи движения небесных тел. Замысловатые иероглифы передавали их мысли и повествовали о событиях их жизни. Их безжалостные войны захватывали новые территории по мере того, как цивилизация Майя распространялась все дальше по Мексике и Центральной Америке. Такова история культуры Майя классического периода. Рассвет ее городов продолжался между 250 и 900 годами нашей эры. Но теперь археологи открывают другую цивилизацию Майя, которая существовала за целую тысячу лет до этого, в эпоху, которую называют доклассической. Материальные свидетельства существования этой цивилизации скрываются в долине Мирадор, в джунглях Гватемалы, которым сейчас угрожает огонь. Ричард Хэнсон, получивший грант Национального географического общества США, 20 лет работает в затерянном городе Эль-Мирадор, пытаясь разгадать тайну древнейших майя. Так. Это третий ярус большой пирамиды Данта в Эль-Мирадоре. Самый большой по размерам. Длина ее платформ почти 800 метров. Вот они, под ногами. Вероятно, одна из крупнейших пирамид в мире. Ее возвели за несколько веков до Рождества Христова, в эпоху, которая долго считалась доисторической. Но как смогли майя древнейших времен возвести постройку, которая соперничает с пирамидами Древнего Египта? Человек, приказавший построить это здание, был непростым племенным вождем, жившим в хижине из тростника. Этот правитель был равнозначен Рамзесу или Хеопсу. Внимание Ричарда привлекла также одна из пирамид меньших размеров. Может ли ее великолепная резьба свидетельствовать о царском погребении? Перед нами большая лапа Ягуара, а в середине ушная подвеска. Вот она. А вот три реалистично изображенных когтя и внутренняя поверхность лапы. Вот еще один коготь, и еще один внизу. Находка этого артефакта до классического периода связана с одним правителем, который, как мы предполагаем, правил между 152 и 145 годами до нашей эры. Его звали Юкном Ячиакак, то есть Большая Огненная Лапа Ягуара. Может быть, в этом изображении зашифровано его имя, и он был похоронен именно здесь. Вот почему эта постройка так интересна для нас. Чтобы проверить эту гипотезу, Ричард привез с собой самую современную технику, позволяющую исследовать то, что скрыто под землей. Джон Лью, специалист в этой области, устанавливает провода, по которым в землю пойдет электрический ток. По полученным данным, аппаратура построит карту внутренних помещений пирамиды. Сможет ли она обнаружить погребальную камеру? Почти два часа спустя Джон окликает Ричарда. Результат готов. Она с этой стороны? С этой? Да. На 11 метров вниз? Да, примерно 10 или 11 метров. Вот это да. Хорошие новости. Это точно? Да. Ее очертания. Аппаратура обнаружила полость размерами, вероятно, 8 на 2 метра. Это как раз подходит для погребения. Вот она, эта камера. Быть может, Ричард на пороге потрясающего открытия. Это потрясающе. Вероятно, эта находка будет соперничать с погребениями правителей классического периода, живших несколько столетий спустя. Легендарных царей, таких как Покаль Великий. Гробница Покаля была обнаружена в 1952 году в городе Поленке мексиканским археологом Альберто Руссом. В наши дни археолог Дэвид Фридель пересматривает значение этого открытия. В конце 1940-х годов Альберто Русс нашел лестницу из утрамбованного щебня, которая вела вниз в глубину этого замечательного храма. Он не подозревал, что обнаружит там. Он провел на раскопках три с половиной года, не зная, что направляется прямо в подземный мир Майя, и что в конце концов найдет то, что ни один археолог до него не находил. Согласно Фриделю, Покаль считал себя воплощением божества. Его гробница должна была быть карта его странствия через смерть к воскрешению. И вот когда Альберто Русс добрался до нижней ступеньки подземной лестницы, он нашел здесь каменный ящик. Он мешал продвинуться дальше. Передвигая его, он обнаружил останки нескольких принесенных в жертву людей. Потом он нашел вот этот большой проем, треугольный. Он вынул камень и заглянул внутрь. То, что он увидел, было поразительно. Это была погребальная камера, в которой стоял массивный саркофаг. Он сверкал с талактитами, образовавшимися из-за воды, столетиями капавшей сверху, своего рода пещера, но особая, священная. Должно быть, женщины Майя бережно закутали тело покаля в несколько слоев шелковой ткани. В его руки вложили украшения из нефрита, символа жизни. Когда тело было полностью замотано в ткань, его покрыли киноварью, которая была магическим образом связана с кровью как сущностью жизни. Лицом покаля навеки стала нефритовая маска. Будучи запечатан в саркофаге, покаль начал странствие, которое должно было закончиться его перерождением в качестве божества вечной жизни, бога Маиса. На саркофаге было вырезано изображение самого покаля, но не старика, а прекрасного юного правителя. Он сидит на ритуальном перу у подножия дерева. Это крестообразное дерево называется уакачан. Это мировое дерево. А вот млечный путь. Царь должен был взлететь к звездам очбе. Умерев, он отправляется на небо. Там он перерождается во всей славе, как бог Маиса. Небесное странствие Покаля вернет его в начало времен, к истокам майяского мира, где он соединится с богами-создателями. Покаль верит, что эти боги его предки, которые явились из таинственных миров на заре времен. Покаль и его народ вели свое происхождение из первоначального города Кан. Это было место, где родился бог Маиса. Вечный город для Майя. Священное место, существовавшее от начала времен. Подобно Камелоту, прародина Майя оставалась для них вечной мечтой. Она веками будет отражаться в культуре Майя. Но существовала ли она на самом деле? Это спорный вопрос, но Фридель считает, что существовала. Это была долина Мирадор и лежащий посреди нее дремлющий гигант, город Эль Мирадор. Кто построил эту огромную столицу? Ричард Хэнсон и его коллеги полагают, что ключи к разгадке на этих расписных сосудах, выполненных около 700 года нашей эры. Изображенные на них иероглифы содержат родословные царей с датами их правления. Здесь обозначен самый первый царь под датой 7 Чуэн 19 поп. Это название дня и месяца. Под датой 3 имидж 8 яш записано Чан-Чак-Чапат владыка Кана. Друг за другом последовательно отмечено 19 царей. Эти даты на первый взгляд кажутся бессмысленными. Но у коллеги Ричарда Саймона Мартина другое мнение. Календарь Майя был циклическим и обновлялся раз в 52 года. Что если иероглифы на сосудах говорят о царях какого-то из более ранних циклов? Что если эти записи сдвигают датировку истории Майя на тысячу лет назад, в глубину до классического периода? Расчеты сделал специалист по иероглифике из команды Ричарда Стэнли Гентер. Он назвал это момент Эврика. Итак, мы обнаружили, что даты на сосуде понятны, если вести отсчет с 392 года до нашей эры. Поэтому мы думаем, что это действительно обозначение последовательных царстваний. Они сделаны около 700 года нашей эры, но относятся к царям, правившим за 1300 лет до этого времени. Если гипотеза верна, то ученые нашли целую династию из 19 царей майя, прежде неизвестных науке. Один из этих царей носит имя Большая Огненная Лапа Ягуара. По-видимому, имя этого же самого царя символизирует изображение на фасаде храма в Эльмирадоре. Перед нами около 12 метров здания, значит, мы выкопали примерно 17 кубометров камня. Эта постройка представляет особую сложность для археолога, потому что в этих тоннелях очень жарко. Там нет никакого движения воздуха. Выскованы со всех сторон, там очень опасно. Ричарду потребуется несколько недель, чтобы добраться до того места, где аппаратура зафиксировала полость. По пути к нему совершаются удивительные открытия. Вот, например, отпечаток руки. Левой руки человека, который клал сюда камни и раствор. Знаете, когда кладешь сюда свою руку, как будто бы и не было 2200 лет. По мере раскопок недра долины Мирадор открывают все больше свидетельств величия доклассических царей. Гватемальский археолог Франсиско Эстрадо Белли направляется к другим раскопкам доклассического периода. Начались дожди, и дороги стали почти непроходимыми. Но усилия того стоят. Национальное географическое общество спонсировало исследования Франсиско, и он сделал крупную находку в другом затерянном городе доклассического периода, Сивале. В доклассический период в майских долинах существовал не только один большой город Эль-Мирадор, но целая сеть городов. Обнаружив главный храм Сивале, Франсиско увидел, что грабители сделали подкоп с задней стороны пирамиды. У самой вершины они оставили небольшое отверстие. Забравшись сюда, я увидел отверстие там, где должна была быть передняя сторона здания. Я просунул в него руку и ощутил, что поверхность там негладкая. На известняке был какой-то рельеф. Я подумал, что там на фасаде может быть изображение змеи или орнамент на маске. Я решил, что мы должны копать и прийти к фасаду здания другим путем. Франсиско пришел к передней части пирамиды с другой стороны, прорыв тоннель через центр. Из тоннеля грабителей я дотрагивался до этой стены и ощущал вот этот рельеф. Мне казалось, что это какое-то украшение. Я не мог даже представить, что мы обнаружим нечто чудесное. франциско полагает, что это массивное лицо принадлежит богу солнца. Оно достигает трех метров в высоту. Такое впечатление, что оно сделано вчера. Дух захватывает от мысли, что мы трогаем его и смотрим на него в точности, как те люди, что жили более двух тысяч лет назад. две пары таких масок вероятно стояли по бокам лестницы в храм. Франциско думает, что на их фоне проходили сложные обряды, в которых царь олицетворял богов-творцов. Именно ранее правители Майя, обладавшие божественной силой, могли заказать постройку этих масштабных зданий. Команда Ричарда Хэнсона выяснила, каким образом они это делали. Она обнаружила древние каменоломни. Производя раскопки в каменоломнях, мы нашли там инструменты. Наши специалисты по обработке камня сняли с них копии, чтобы можно было попробовать также обработать камень. Для этого нужно было снабдить орудия рукоятками, так же, как по нашим наблюдениям делали древние, сделать настоящие инструменты Майя, а затем долбить, резать ими камень, двигать каменные плиты, вынимать их. Получались такие же следы, как в древности. А вот и звук. Именно тот, что раздавался здесь 2200 или 2600 лет назад. На изнурительных работах в таких каменоломнях были заняты тысячи людей. Они долбили камень и переносили глыбы весом до 500 килограммов. Неподалеку еще тысячи рабочих делали известковый раствор, который скреплял камни всех зданий города. Это была стройка громадных масштабов. В обширной столице были возведены здания, переливавшиеся разными цветами в лучах тропического солнца. Эль-Мирадор. Его население вероятно составляло 100 тысяч человек. На восточном конце города возвышался огромный храм Данта. Может быть крупнейшая пирамида в истории. Но она уже давно побеждена джунглями. как во всех дождевых лесах в долине Мирадор очень богатая флора и фауна. Но бедная почва. Интенсивное земледелие здесь практически невозможно. Отсюда возникает настоящая загадка. Каким образом две тысячи лет назад древние майя выращивали достаточное количество маиса, чтобы прокормить огромное население этих джунглей? Одна из загадок долины Мирадор это болото, которые ее окружали. Первоначально поверхность выглядела вот так. Она была покрыта вот такой травой. мы обнаружили, что майя вручную переносили этот материал в города тысячами тонн и устраивали там садовые террасы. В деревне на окраине долины Ричард воссоздал древние террасы с их богатой болотистой почвой. Нужно было прокормить большое население, иметь достаточно людей, способных работать на стройках, содержать архитекторов и астрономов, музыкантов, художников и сложное общество до классического периода в целом. Все это было возможным благодаря этому удобрению, которое стало экономическим двигателем для общества в течение всего древнейшего периода. Теперь мы знаем, как они жили, но камни и почва не смогут рассказать нам, как они мыслили. Во что верили майя до классического периода? Примерно в ста километрах от Эль-Мирадора сквозь джунгли движется вереница грузовиков. Они едут в другой город, куда меньших размеров, Сан-Бартоло. Это было не более чем небольшое отдаленное поселение, но именно там археологи смогли понять мировоззрение древнейших майя. В нем селилась местная элита и знать, которая управляла оттуда всей долиной. Главный здесь археолог Билл Сатурн, также поддержанный национальным географическим обществом. Проделав изнурительный путь сквозь джунгли, он обнаружил впечатляющие руины Сан-Бартоло. Билл быстро понял, что он не был первым. Когда мы прибыли в Сан-Бартоло, было совершенно очевидно, что здесь часто и подолгу работали грабители. На этом месте около ста необычных холмов. Каждый из них был раскопан по меньшей мере по одному разу. По странному стечению обстоятельств, именно один из тоннелей, сделанных грабителями, привел Билла к замечательному открытию. Я приехал сюда вечером после целого дня ходьбы. За все это время у меня во рту не было ни капли воды. Было жарко, я устал и был разочарован бесплодными поисками. Я зашел в один из тоннелей, просто чтобы скрыться от солнца, и сел там в тени. Я направил фонарик вверх и увидел на стене эту потрясающую фреску. Честно говоря, я расхохотался. Это было невероятно. Последний раз фреску в таком состоянии находили 50 лет назад. Это всего лишь одна из двух найденных археологами больших фресок Майя удивительно тонкой работы. Она намного старше второй. Линии словно перетекают одна в другую. Цвета очень живые, человеческие изображения очень живописны. Чтобы разгадать смысл этой фрески, Билл пригласил художницу Хизер Хёрст, которая сделала точную зарисовку. Она работала два с половиной года над зарисовкой другой большой фрески Майя, найденной в Банампаке в 1946 году. Я не могла поверить, что он обнаружил не просто роспись, а очень ранний образец. Никто раньше не видел ничего подобного. Лаборатория Билла расположена в старом колониальном городе Антигуа, в горах Гватемалы. Кроме Хизер, он пригласил еще двух выдающихся экспертов по символам Майя, Карла Таубе и Дэвида Стюарта. Итак, мы определенно имеем... Когда Билл вернулся из джунглей с первыми снимками фресок, мне стало совершенно очевидно, что в области майонистки это будет, наверное, одна из величайших находок, если не самая важная за последние 20 или 30 лет. Для Майя позднего доклассического периода это своего рода сикстинская капелла. Это очень оригинальная роспись, настоящее произведение искусства. Думаю, можно смело утверждать, что это открытие изменит все наше представление о том, как Майя создавали предметы искусства, как они выражали в них космологию, свое представление о началах Вселенной. Это сцена из большого мифа Майя о сотворении мира, который был записан полторы тысячи лет спустя в эпосе под названием «Попа-Львух». Это первый рассказ, первое повествование. Не было ни человека, ни животного, ни трав, ни лесов. Было только море и великое пространство небес, только неподвижность, только молчание, и только Бог, имя которому было сердце небес. А в воде кружил пернатый змей, во тьме в начале времен. Миф рассказывает о Боге Маиса. Это было центральное божество Майя, отвечавшее за сбор кукурузы, от которой зависела вся их жизнь. Бог Маиса спускается в подземный мир, где владыки демонов убивают его. Его голову вешают на дерево. Спустя годы его дети, божественные близнецы, приходят туда в поисках отца и побеждают владык преисподней. Чудесным образом воскреснув, Бог Маиса возвращается на поверхность земли. с его появлением начинается первый день мира. Такая история бытовала у Майя классического периода. Здесь же перед нами детальная и реалистичная версия, зарисованная на несколько столетий раньше. Ричард Хэнсон со своей командой уже почти месяц ведет раскопки в Эльмирадоре. Они очень близки к тому месту, где должна находиться гробница. Он погребен где-то здесь. Именно мы хотим быть первооткрывателями. Мы не понимаем. Нужно понять, что именно отражают эти данные. Мы будем продолжать. Попробуем еще. В горах Гватемалы настойчивость ученых была вознаграждена. Теперь они исследуют важную деталь фрески Сан-Бартоула. Надпись. Это одни из древнейших известных иероглифов до классического периода. Едва ли можно переоценить значение этих символов. Мы никогда не находили изображений с такими замысловатыми иероглифами. Это пример каллиграфического искусства, который раньше мы не видели ни в одной находке. Майя до классического периода могут вновь обрести свой голос, если только Дэвид Стюарт сможет прочесть их надписи. Дэвид возможно самый выдающийся специалист по иероглифам своего времени. Он знает, какие чудеса можно открыть при расшифровке забытой письменности. Ему также известно, что дешифровка неизвестных символов может занять десятилетия и даже века. Что касается письменности Майя, то ее эпопея началась в Мексике в 1549 году. Всего несколько лет назад случилось испанское завоевание. Забота о спасении душ индейцев поручена монаху-францисканцу Диего де Ланде. Годами де Ланда пытается обратить Майя в христианство и отвратить их от идолопоклонства и человеческих жертвоприношений. Мы должны рассматривать человеческие жертвы в рамках мировоззрения самих Майя. Пролитая кровь была нужна за тем, чтобы не прерывался земледельческий цикл. Поэтому, какими бы ужасными они нам ни казались, для Майя они были необходимы. С пришествием христианства кровавые пристрастия Майя не изменились. Напротив, они усилились. Приходит новый христианский бог, а вместе с ним новые изображения кровавой жертвы, в этом случае распятого Христа. На них Христос представал раненым, измученным, страдающим, христианства. И поэтому для Майя эти изображения выглядели удивительно правдиво. Образ жертвоприношения Сына Божия стал для них мощным стимулом к действию. К своему ужасу, Деланда узнал, что обряды Майя стали еще более бесчеловечными. теперь стали распинать детей. Неизвестно, насколько эти известия были правдивы, но Ланда использовал их для оправдания своей кампании по искоренению верований Майя во всех их проявлениях. Он приказал сжечь священные тексты. Он расправлялся с индейским культом, уничтожая религиозные символы. При завоевании погибло бесчисленное количество рукописей, составлявших основу культуры Майя. Вскоре все знания о древних иероглифах были утрачены. Но ключ к их расшифровке даст потомкам тот самый человек, который приказал уничтожить письменность Майя, Диего Деланда. Хотя Деланда подавлял майяские верования, он пытался понять их. Он поступил так, как делали многие его современники. Он написал руководство для других священников, которым нужно было знать особенности местной религии, чтобы искоренить ее. Однажды Деланда попросил писца записать то, что он назвал азбукой Майя. Это был иероглифический алфавит. У него был осведомитель из Майя, писец по имени Гаспар Антонио Чи. По-видимому, Деланда просил его записать сначала испанскую букву А, затем букву Б и так далее. Впоследствии, когда люди пытались использовать алфавит Ланды, они не могли его понять. Деланду подняли на смех. Его алфавит был предан забвению на 400 лет. Весна 1945 года. В последние дни Второй мировой войны советские войска приблизились к Берлину. Многие здания города охвачены огнем. Молодой русский солдат Юрий Кноразов устремляется в национальную библиотеку и вскоре выходит из нее с томом майяских текстов. Кноразов был студентом-этнографом. Вернувшись на родину, он с головой уходит в спасенные им тексты. Он узнает о забытом алфавите де Ланды и полагает, что в нем может находиться ключ к дешифровке. Несколько лет Кноразов пытается разобраться в текстах. И вот, ни разу в жизни не видев руины городов майя, он начинает понимать алфавит де Ланды. Письменность майя наконец расшифрована. Со временем стены стены разрушенных зданий классического периода стали читать как книги. Там оказались истории из жизни майя. Истории рождений и смертей, сражений и походов. Кноразов совершил прорыв в расшифровке письменности майя. Спустя 50 лет Дэвид Стюарт идет по его следам, пытаясь до конца разгадать величайшую загадку — письменность до классического периода. замысловатые символы на фреске не поддаются до шифровки. Пока что я не могу перевести ни один из этих иероглифов. Здесь есть символы, которых я раньше никогда не видел. Такое ощущение, что здесь есть нечто новое для нас. Может быть, другая система, которая существовала до позднейшего упорядочения письменности. То, что казалось неудачей, в действительности было открытием. Дэвид полагает, что перед ним образец самого раннего письма Майя, сделанный тогда, когда оно еще не приняло свой окончательный вид. Пока что его значение остается тайной, за одним важным исключением. В этом тексте особенно привлекает внимание последний символ. Вот каким образом изобразил его писец из Сан-Бартола. Этот символ хорошо известен по более поздним надписям и обозначает слово «ахау», то есть «господин, благородный человек или царь». Это одна из самых ранних записей с упоминанием царей до классического периода. Но где же находятся их гробницы? В Эль-Мирадоре Ричард и его команда прорыли тоннель глубоко в храм Ягуара. В конце концов они добрались до того места, где система сканирования показала полость. Может быть, до находки гробницы большой огненной лапы Ягуара оставалось всего несколько минут. Мы прорубили стену, прошли туда и нашли только пыль и камни. Но там должна была быть камера или что-то в этом роде. Это шаг назад. Там должно было что-то быть. Да, таинственные правители Кана остаются неуловимыми. Но значит ли это, что забытые цари из таинственной династии Ричарда только легенда? Ричард Ричард уверен, что они существовали в действительности. Он не сдастся просто так. В следующем сезоне он собирается вести раскопки в другом храме. Возможно, один из наших правителей находится там. Ранние правители все еще неизвестны истории. Однако найдено изображение одного из них. Это последнее открытие, сделанное при изучении фресок в Сан-Бартоло. Прямо над символом, означающим слово «господин» находится изображение до классического повелителя, вероятно, древнейшее из найденных. По-видимому, он восседает на высоком троне. Его тело разрисовано красным и белым. Он изображен во время коронации. Должно быть, этот обряд был очень зрелищным, на самом верху храма, возвышаясь над толпящимся внизу народом, правитель принимал священный сверток, вероятно, символ власти. Внизу происходили жертвоприношения в память о смерти и воскрешении бога Маиса. Эта картина потрясающей силы и величия. Быть может, желание достичь небывалого величия в итоге и погубило эту культуру. во втором веке нашей эры многие города Долины Мирадор пришли в упадок. Ричард Хэнсон думает, что знает одну из причин. Все дело в известковом растворе, при помощи которого были воздвигнуты толстые стены. Чего же стоила эта толщина стен и переливающаяся поверхность каждого здания и храма? Чтобы приготовить раствор, Майя расплавляли известняк в дровяных печах. Но хорошо горело только свежесрубленное дерево. чтобы произвести относительно малое количество раствора, нужно было огромное количество топлива. По подсчетам археологов, чтобы приготовить раствор для одной большой постройки, Майя нужно было выжечь около 400 гектаров леса. В Эльмирадоре были сотни зданий, размеры их росли. Вот первый этаж здания. Он идет вверх, вот до этой лестницы. Красноватая стена, очень мощная, исключительно прочная, толщиной около 9 сантиметров. Но потом они надстраивают сверху другой ярус со стеной толщиной 20 сантиметров. Представьте, сколько потребовалось древесины, людского труда и камня на такое количество извести. По мере того, как верхушка общества Майя требовала строить все более обширные города, производство извести сводило на нет леса долины Мирадор и засоряло болота, от которых зависело их существование. Когда вырубается такой тропический лес, происходит вымывание глины в болото. В результате болота не могут поддерживать процессы, необходимые для земледелия. Нехватка продовольствия – настоящее бедствие. Одной из ее причин была чрезмерная добыча ресурсов. В конце концов, выжигая лес, майя из долины Мирадор оказались на краю гибели. Сама природа остановила их разрушительное действие. Может ли подобная история повторится теперь? Колыбель цивилизации майя вновь находится в опасности. На этот раз ей угрожают грабители, фермеры, скотоводы и нефтянники. Сколько еще она сможет продержаться? Ричард Хэнсон борется за то, чтобы превратить долину Мирадор в археологический заповедник. Если ему удастся этого добиться, то джунгли, которые две тысячи лет назад поглотили первые города майя, будут вечно защищать их руины. Всякий раз, когда сюда поднимаюсь, я вновь поражаюсь тому, какая эпическая история здесь разворачивалась. Внезапно все это расстояние в две тысячи триста лет пропадает, и можно ощутить присутствие этих людей. Нас окружают призраки прошлого. Это будет памятник человечеству, а также памятник природе. Я надеюсь, все, что мы видим сегодня, сохранится в неприкосновенности. Операторы Гэри Грик, Эндрю Янг, Мартин Астуриас. Продюсер, режиссер и автор сценария Грэхэм Таунсли. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok